Привет! Сегодня разбираем вступление интро Пар Горького Two Candles Главная причина, по которой я решил записать этот ролик Это темп, а точнее его отсутствие Ad libitum, это есть такой термин Когда темп можно играть по желанию То есть все понимают, что в каждой песне есть какой-то пульс метрономный Определенный темп, но здесь это плавающий темп И это плавание нужно регулировать самому И можно, конечно, абсолютно снять, как это в записи есть На самом этом треке Но гораздо интереснее разобрать с точки зрения свободы и возможности Самому немножечко это поизменять и понять саму структуру Как бы эту пластику, эту резину музыки И понять логику во фразах И получать от этого удовольствия больше, чем просто научно играть К тому же, когда вы посмотрите ноты Я ноты не буду показывать То есть я только лишь поиграю возможные волны дыхания, так называемые И вот, когда вы посмотрите ноты Я, по возможности, приложу их Наверное, на ютубчике кину Вы столкнились с тем, что, во-первых, нужно будет вычислить какие-то аккорды И самое главное, что нужно понимать Как играть все-таки какие-то темповые отклонения Давайте попробуем Вот первая фраза Движение происходит такое Здесь три струны играются Третья, вторая, первая Переборчик такой, да? То есть строго То есть в записи они записаны просто восьмыми, допустим Вот что сыграет среднестатистический молодой гитарист Но при этом нужно понимать Что здесь не только скоростное отклонение Но и динамическое В какой-то момент мы понимаем Что надо какие-то ноты спрятать То есть не то, что какие-то акцентировать А как раз акцент появляется тогда Когда мы какие-то другие прячем И тогда получаются какие-то другие выпуклые За счет того, что другие мы делаем тише И так получается То есть постоянное движение Третья, вторая, первая Иногда еще толкаем шестую Если мы понимаем, что это происходит В тональности ми минор И знаем аппликатуру Очень хорошо, что звучат открытые первая и вторая И мы можем по третьей струне добавить какие-то ноты Начать вообще импровизировать Затянуть это вступление По собственным желаниям Мысль ясна, да? То есть И мне нравится эта композиция тем, что Можно Можно Расширяться, да? Расширяться каким-то образом Играть свободно Играть свободно Не только Интерпретировать какой-то темп Но и добавлять ноты В принципе Следующая фраза Тут три аккорда Вот этот приемчик Может быть записан в нотах Как вместе Зачастую бывает такое, что мы видим Просто вертикаль, аккорд Да, но когда мы его Мы можем запросто Эту вертикаль всегда сыграть Как одну точку времени Но растянутую То есть Вот такой переборчик Схватаем сразу все струны Дальше блюзовая фраза Тоже мысли Следующая Вообще Очень интересная Фраза Смотрите Мы услышали, что мы начали С медленного И постепенно Раскачались до быстрого В меру своей Возможности технической Можно это сделать Но многие испытывают трудности И не столь подвижны В своем ритме Я имею в виду, что Здесь надо представить Как будто падает Допустим Металлический подшипничек Шарик Об кафель Представляете? То есть Каждая нота С ускорением И фашилетики в конце Дальше аккорд Для минор Дальше аккорд Да Очень трогательная такая фраза Здесь можно сколько угодно Устраивать фирмату Фирмата Это такое Над нотой Стоит Подковка С точкой Это означает, что Можно эту ноту Помимо общего Отклонения темпа Еще какую-то ноту Особенно Остановиться на ней Подержать Сколько душе Вашей угодно Да? И здесь требуется Разрешение Последнего аккорда Открытый Приятной игры